Всем привет дорогие друзья! Мы возвращаемся к нашим бородатым гномам Беллигару Железному Молоту Как вы помните в прошлой серии мы взяли штурмом 8 пиков Карака нашу великую цитадель предков Вот, она дает интересный бонус общественный порядок плюс 1 на всю фракцию да, на любом уровне и плюс доход от всех построек все регионы этой провинции и не слабый такой гарнизончик да плюс это стратегически важное место с уникальной цепочкой построек а еще тут есть пастбище так, уникальная цепочка построек вот вместо ворот тут укрепленная цитадель общественный порядок плюс 10 защита в ближнем бою плюс 15 в осаде все местные армии и гарнизон молотобойцев строим, конечно же один ход все устроится вау сразу можно отбиваться все по одному ходу строится нет, не все следующий уровень дает еще плюс 4 сопротивления скверни и плюс 2 для новых отрядов пехоты угу то есть тут весело в принципе штурмовать штамповать армии так и максимальный уровень добавляет еще плюс 2 порядка в соседних провинциях плюс 4 опыта для новых отрядов пехоты так и оружие предков доступ к магическим атакам для всех отрядов все армии в этой соседних провинциях во все с магическим уроном будут купить так да это надо отстроить обязательно гробницы предков так укрепленная цитадель теперь когда 8 пиков карака снова принадлежат гномам в вопросах непрестоимости приобрел решающее значение да мы больше не отдадим эту крепость ни за что возвращенные подземелья так это мы вернем подземелья этой крепости которые заселены скавинами по идее а потом и гробницы откроем да с легендарным оружием все так ну еще нам надо нам надо у нас тут сразу третий уровень тренировочного зала ну пригодится пока так то его лучше бы сюда наверное перенести потом посмотрим так и вот либо денежка что тоже неплохо но мы построим вот это вот козий выгон рост плюс 30 нам надо много роста чтобы быстренько отстроить себе 8 пиков карака так как это должно быть смотрите на гарнизон мистемет органное орудие гноми и воины молотобойцы долгобороды горняки мстители забияки громобой большая крепость я это хочу так денежки пока кончились так белигар уровень получил 20 так и тут вот это бы конечно хотелось но не очень хочется вот это не так уж это надо мы вроде справляемся давайте вкачаем ветку все-таки боевого мастерства на здоровье на защиту а то нам всякие паучары с чарджа пол хп сносят это не дело так всяких я разогнал тут стража скольдера оставил очень не слабые огнеметчики через ворот она выносили там каблу сотнями этих просто потому что они недорогие теперь они чуть-чуть дороже обычных гномих воинов давайте оставим пусть будут ну и железоломов это вроде как ультимативный отрядик вы зацените характеристики дорогие конечно ну пусть будут почему бы не быть одному отряду элитнейшей пехоты нормально и получается 4 отряда гномих воинов вернуть вот отсюда из этой армии но мы это сделаем попозже сейчас мы на марше да мы успеваем добежать хотя бы на помощь этой деревни в которой гарнизон пятерочка обычной пехоты и тут у нас одна пехота если на нас нападут ну это фигня вот если они вместе нападут это будет неприятно конечно но в принципе не так уж опасно можем отбиться я думаю так а еще мне бы конечно хотелось полностью провинцию себе подчинить и гримгор мне в этом может помочь если он сейчас заберет форт кривой клык я отберу его себе но еще неплохо бы чтобы он после этого забрал и вот это поселение тут как мы видим отрядов гномов нет вообще они все здесь шатаются отбирали черный утес тоже стратегическое место для зеленокожих их столицу гримгора отобрали после которой он собственно прославился собрал себе вак большой так ну тут все пока денег больше нет здесь нам надо бы собирать войска и брать бараквар которые кстати бросили все эти гады кинувшись на мою деревню которую они увидели беззащитную что у нас с восстанием минус 4 через 7 ходов почему я в баракхирне держу этот отряд я думал сейчас тут появится восстание мы на него нападем пока он там 8 отрядов разобьем и все и не будет осады нашего поселения портящего нам порядок там экономику но пока не можем так нам надо бы нанять пехотки вот можно конечно просто гном их воинов можно и долгобородов взять ягеря с тяжелым оружием что-то в бою себя не проявили ими наверное надо в спину все-таки бить можно взять парочку денег правда нет давайте давайте прыгнем сюда следующим ходом встанем сюда и наймем блин или сейчас нанять этих давайте сейчас наним и герей а потом наймем себе 4 отряда пехотки даже гном их воинов просто хотя бы да 4 отряда пехоты 6 стрелков плюс 2 засадных отрядика нормальная хорошая такая армия с целым стеком конечно будет сложно но всякие по партизанец само то вот этих штурмов которых 8 гарнизонов всего да так ну денег нет давайте пропустим посмотрим куда гоблины разбегутся надо их в конце концов добить чтоб не мешались так зеленокожий там грабят но не захватывают ничего так герои гадские телея хочет военный союз так что аж готовы тысячу заплатить они воюют с хаосом я пока с хаосом не воюю у них военный союз с пограничными княжествами с которыми я тоже союз а эти пока не будем это же не портит наши отношения вроде бы особо вроде нет мне нужно максимально засоюзиться с гномами так и по шапке надавать вот тут некоторым оборзевшим заказное убийство неудачи ну совсем оборзели так обида за налет каракасон с империей помирился рунные ворота построены так это в караказоре так союзнички тут с теком прутся на защиту своих городов таки одни в засаду встали тут где-то попасть что ли в засаду показать им что почем так мне надо ну 8 пиков все гарнизон 13 гномиков уже нормально рост 86 но это с моим героем порядок плюс 30 так давайте еще роста нет подождите хотя рост конечно важен так че я тут подождите мне нужно все-таки в тыл бить пока есть такая возможность 9 отрядов с героем без героя 8 достаточно ли этого чтобы напасть уже так что у них тут 2 орков стреляющих одни гоблины так 3 просто гоблина двое пацанов нас нет без пехоты как-то не очень учитывая что они все за стенами маловато мы конечно наверное победим но много потеряем кстати первоуровня если его выгнать и нанять нового ранг нанимаем городов плюс 5 у нас получим сразу пятого уровня можно так сделать в принципе в принципе почему бы и нет почему нет потому что это стоит денег я вызреваю да наверное да с деньгами сейчас посмотрим нам нужно отстроить 8 пиков давайте так 1600 монеток ну на лорда точно хватит так пошли-ка заберем себе самых прокачанных ребят блин эти герои вражеские лорда дэнгрун убегал ангар дэнгрун веке вот так ладно нормально 1600 вряд ли на что-то хватит ну да третий уровень ворот отстроили органные орудия железоломы мстители ящери о красота так два избыток населения здесь три избыток населения тут только третий уровень здесь четыре избыток населения вот этот самый первый до пятерки вырастет через восемь уже ходов такой значок как будто тут его хаос разрушил уже а не просто похождения каких-нибудь вампиров тут уже хельмгард разрушить когда-то успели я и не видел не до того было пограничники вы бы вернули себе город не хотите что вы тут делаете они тут вампирам противостоят 51% скверны ну пока вроде противостоят пусть держатся ладно пропускаем ход вот сам тор грим тут гуляет почему пешком почему не подземными путями так грим гор куда-то потихоньку на юг сваливает грабит поселение гномов но не захватывает денежки видимо не хватает ну ладно мне в принципе с такими бонусами от 8 пиков о пограничников пришли пинать возможно даже ногами в 4 армии против их 2 ограбили гринштадт но пока не стали захватывать возможно только пока вампиры что-то борзеют прям осадили скорбь валаи серьезно взрыв мастерской карак норм блин ребята вы что тут давайте поаккуратнее я мастерскую еще не отстроил инженера вы тут уже бахаете во кстати вскоре сын мрака да нет где ты а это есть а это у нас специалист по поддержке новый вид лорда которого я пока как-то игнорировал это рун как кузнец рун лорд которого можно вкачать в рунную магию у него получается в два раза лучше руны чем у не все ну вот по-моему 22 у моего рунного кузнеца вот тут сопротивление урона тут плюс 44 транспорт наковальня рока все дела ну вот его можно вкачать типа в рунную магию но мы не будем наверное пойдем традиционно 12 атаки плюс 12 защиты это ультимативно просто хотя сам отряд постоянно на всех союзников плюс 100 сопротивления натиску невосприимчивость психологии так я передумал давайте попробуем миксануть хотя можно его уволить и нанять такого же пятого уровня ну ладно пусть будет пока я что-то не понял вот этого самоубийства гоблинов что бы это значило давай ты нападешь чтобы покачаться ну собственно не биться не с кем так есть предложение всех казнить к черту вот во взяли все ли и силы так двое отправились в небытие рагук свинолюб надо его тоже грохнуть вот эти кстати доходят но без помощи их вряд ли забьют три отряда пехоты та кавалерию хотя шансы определенно есть так ну и вот у нас куча денег опять так вот эти ребята выходят из-под земли встают блин и вот там конечно восстание ну черт с ним с восстанием пусть восстает нам надо побыстрее к бараквару добежать встаем на самой границе и нанимаем себе так у долгобородов 180 содержания у этих 125 так давайте-ка их сравним у этих меньше скорость все остальное лучше 6 дисциплины 15 доспеха 600 здоровья 4 атака 4 защита 4 силы оружия ну в принципе мы столько сейчас получаем что можем долгобородов нанять особенно учитывая что это у меня слабенькая армия блин через один ход я изучу там минус 5 процентов да на найм долгобородов дешевле да но они будут ход терять нам нужно отобрать бараквар то то сейчас они наймут там опять армию опять ее там отстроят да что у них тут нет военных постройок вот здесь у них есть военные постройки так что вполне мерзких проныр опять наймут всяких мы и так за один ход не добежим наверное наверняка мы же гномы мы не очень бегаем так ты сиди тут охраняй можно кстати забияк нанять что ли тебе ну так для порядку нанять не нанять вообще жалко не мать просто так деньги терять с другой стороны без забияк он вообще ничего не может с забияками это уже какой-никой отрядик давай наймем пока деньги есть троих как раз ну и нормально хватит пока так все пропускаем ход какая толпа героев просто сколько денег надо чтоб на них на всех покушение совершать опять прикопался ко мне так там восстание вампиров что ли мятежных похоже так сейчас телея получит вампиры всех тремя четырьмя армиям прессуют вообще нормально себя чувствуют так ну они только отступили да ну пока армия людей туда-сюда гуляют по вампирским территориям они теряют людей вот видите он обратно в барак варжево ну довольно быстро опа мятеж блокада армии успех как я их ненавижу пришли ревущие стада опа сюда прям новая фракция глазочесы о восставшие захватили деревеньку без гарнизона племя алых рогов где-то у меня под боком вот тут так один стуру не скотина прибежала и четвертого и двенадцатого господи вы чё пошли все вон так да куда он на марше добегает то он не особо добегает а чё ты тут у меня скверна расползлась уже настолько э алё так сейчас будем учить на минусы к скверне мы почти доходим можно под землей пройти чтоб не нести потери а это здесь что ли нет здесь меньше скверны чем у меня тут так честь ветеранов содержание долгобородов минус 5 неплохо так опыт для молотобойцев долгобородов скорость пехоты плюс 5 сила оружия с одноручным оружием с кирками неплохо двуручную все нужно все нужно давайте сопротивление скверни прокачаем а то еще хаос толком не приперся где-то там получив по шапке но вампиры уже борзеют знатно так торговля у нас явно не на всю катушку вообще слабенько идет что-то она хуже то стало вот это смысла нет наверное строить хотя от всех построек вот это есть смысл строить давайте это построим это дороже так ну и что мы никуда пойти не можем так таны есть вопросик как как насчет не его вот этого этого нельзя убить а средств бабло кончилось по тысяче за покушение ничего себе так ну ладно с тем разберется и та армия да это не опасные давайте уйдем под землю и попробуем таки квестовые битвы пройти я думаю это будет интересненько так ну кривой клык уже защитили плюс тут торгрим сейчас заходит сбоку сейчас зеленокожих тут зажмут возьмут за жопу тут две армии три армии идут с этой стороны все гномы наступают широким фронтом почему доставили только железную шкалу в тылу скалу но это сути не меняет так ладно деньги мы потратили ходы тоже этот только тут сидит ну и пусть пока сидит хотя можно его разогнать наверное только нанимал теперь разгонять не знаю зачем он не нужен сохранять эту деревню от кого зеленокожих сейчас отгоним ну пусть теперь недорого после того как взяли восемь пиков все стало недорого довольно таки по сравнению с тем что было блин нам было в засаду прятаться герои вражеские забодают так вот не дай бог опять остановили он там по моему уровень получил иначе точно остановил а мы вроде в упор подошли плакада армии успех плакада армии неудача лорд какой-то вернулся готов служить а это которого убивали ну да шестого уровня тут можно нанять которых за деньги за 1200 а за ноль первого уровня так отлично хорошо опа опаньки что-то новенькое у нас из-за высокой скверны теперь тут восстают вампиры с варгульфом это может быть опасно но тут вроде крепленные ворота ладно вот этих остановить не получилось и теперь они нападают но у них нету ни способностей ни осадных машин давайте строить может таран построить да вперед давайте прям следующим ходом да зайдем то есть башни строить несколько ходов так все строится нас опять заблокировали сколько шансов убить 41 маловато почему если покушение не удастся у него там будет баф на сопротивление то есть вторым его не получится угрок о 48 за 1000 давайте мы теперь богаты на так и обиду выполнили как раз 1000 окупилось отлично и уровень получили так наставник воинов давай-ка на максимум мы еще можем обратно зайти что ли не можем следующим ходом только но мы далеко и не уйдем считаю что нам заблокировали нафиг все пойдем на квестовые битвы так пропускаем ход в 7 уровень да поделим зеленокожие что-то тут носятся туда-сюда ну хоть их агенты к ним сюда свалили какой-то своей частью а то вообще задолбался из стали ты что хочешь военный союз у нас даже оборонительного нет а ты прям так военный хочешь плюс ты там что-то бузил с кем-то обождем пока мне надо с гномами военный союз устроить для начала бы о моторку заселили наконец-то империя и хохланд конфедерация хорошо поселение в осаде о чем не осадили барак вар а так это я осадил здрасте приехали так эти еще никуда не дошли недобитки вот племя алых рогов поссорилось со всеми местными со зверолюдами мы еще не бились интересно было бы посмотреть что да как еще один у тебя тоже грохом что ли вот этого нельзя ну что так такой крутой мы отдыхаем после убийства можем вторым 47 а давай за 1000 успех отлично уровень так найм в этом регионе давай тоже наставника будем массово тренировать моих солдатиков так то ты давай в армию ты догонишь так нам надо второго ждать по-любому поэтому пойдем пешочком так войска все восстановлены вот тут у нас избыток 2 тут нам надо 4 давайте эту улучшим до максимума ворота вот не знаю надо ли тут строить ворота мы сейчас грохнем этих гоблинов в ближайшее время потом грохнем всех этих орков зеленокожих мы забьем тут вместе с гномами гномы и сами неплохо с этим справляются вроде я не уверен что мне здесь нужны ворота прям таки такой глубокий тыл получится когда мы зеленокожих выбьем наверное не надо тут ворота а вот денежка лишней не будет значит переноса вот этого сюда я еще подумаю все таки денег стоит так деньги кончились ну давайте бараквар штурманяем авторасчет полностью на нашей стороне ну мы давайте сыграем посмотрим в бою так сказать нашу новую армию так это у меня тоже рунный лорд да похоже с той же кликухой что белигар железный молот ну посмотрим насколько ты похож на белигара тактика я думаю будет похожа на штурм 8 пиков только в гораздо меньшем масштабе выставляем арбалетчиков они расстреливают все живое этими лезем на стены ворота можно даже не ломать можно поломать не знаю можно поломать а потом ягерями побросать в проем вот это будет нормально а можно и герейс сзади послать в тыл врага так сказать так по башням по башням одинаково да у тех у других ворот так ну что пошлем этих в тылы или не надо заспехи всего 40 щитов нету под обстрелом они получают так во первых бросьте таран он нафиг не нужен пока его дотащишь уже можно разломать ворота так давайте линеечкой сюда построимся между башнями чтобы они нас не мочили долгобородов всех четверых можно в принципе на стены бросить по лесенкам нормально они там все замесят да давайте прям прям в лоб пойдут пусть что страшного построить так вот эти вот эти не знаю может тут пока сзади подержать ворота думал и побросаться ими другой стороны нафиг надо можно сзади напасть где-нибудь вот здесь залезть и будет еще веселее или не будет посмотрим так начинаем битву видим две эти башни так вор ты делай ворота 40 атаки 45 защиты да ты конечно товарищ специалистов поддержки не боится но у них тут нет героя у них тут только гарнизон вы лезете здесь вы лезете здесь вы здесь вы здесь и даете там всем по морде арбалетчики вы оперативно бежите сюда блин как-то по-русски получается давайте расставим вручную так у этих с точностью проблем давайте их посередине поставим после боя сравним кто сколько настрелял так безопасно стоять где-то вот так будет скорректируем сейчас когда башни займут все все побежали кроме вот этих эти тоже побежали бодренько залезли вот тут где никого нет давайте посмотрим хоть вблизи на наших бойцов так вот тут ягеря в капюшончиках со щитами ягеря багмана о нормально так не без потерь конечно башни лупят больно так давайте посмотрим нормально ли мы поставили своих вот одна башня не попадает вторая башня не попадает нормально даже было подальше чуть вот где они сейчас стоят прям давайте так поставим близко просто не стоит они стрелять не смогут особо будет неудобно так долгобороды мои но графика у меня не максимальная потому они немножко страшненькие вот может к новому году видеокарточку обновлю и все будет поживее так а где мои мастера скрытности ну выглядит конечно зловеще в капюшоне с таким топором сзади подкрадется мало не покажется но в бою пока непонятно что так криво ну ладно багманы в итоге последние стоят ну ладно этих видят все видят так ребята массово лупят вот в этих а мне надо массово выпилить их лучников может дадим залпом так берем бегом запуск забегаем и валим так неплохо весьма недурно почти помножили на ноль в итоге так о крепостные башни уже наши уже можно не переживать давайте поставим давайте поставим под углами к центральным воротам повеселее должны забрасывать сбоку а не через вот эти высокие стеночки много стрел теряется я так понимаю так давайте быстрее залазим на стены пока нас а у этих то нет спецспособности как у легендарных у знаменитого отряда егерей таких так давайте сгоняем гоблиных отсюда топоры бросаете что-то как-то неубедительно ну бегом 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 более медленно залезаете так на стенах в принципе никого и не осталось можно считать так не мешайтесь что с воротами ну конечно на такой герой один долго их ломает поэтому все долгобороды слазят вниз лупят генеральский отряд так вы раз уж все забрались наконец-то забрасывайте этих гадов поактивней гадов Налезли. Давайте в атаку. Стреляете вы как-то не очень. О, герой пробился, да? Да, давай сюда. Опачки. У ребят проблемы. Опачки. А тут не лучше. Так, руби их. Ну... Так себе, что-то непонятно. Эти толком не побросались, хотя чарджили вроде неплохо, хотя у них усиление натика всего 14. Эти, ну, что-то постреляли. Волгобороды неплохо порубились, но и потерялись своих тоже. Так, а до сих пор теряю от дружественного огня в спину. Ну, пока непонятно. Будем дальше тестировать этот отрядик. Для гарнизонного нормальный. Эгиря тут все дела. Надо бы вкачать еще на урон для эгирей и на содержание минус. Вообще будет прикольненько. Ну, посмотрим. Смотрите. 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 Какие же постройки там? Че их жалеть? Давайте оккупируем. Так, уровень получили. Опыт походов. И руну можно. Ну, давайте вот это возьмем. Очень интересная штука. Спротивление на отвиску. Плюс 100%. В обороне как раз. Ну да, вот верфь, которая позволит нам торговать. Плюс доход, плюс рост. 25 роста. Нормально. Сейчас восстановимся. Этим напинаем. Холмы заберем. Себе. И посадим этот отряд в холмах. А здесь, потому что стены есть. Да, будем бегать туда-сюда по необходимости. А то тут могут, может, нежить подвалить. Так. Здесь ходили. Ну и все, я думаю. На сегодня хватит. В следующей серии нас ждет как минимум одна квестовая битва. А может даже сразу две. Посмотрим, какие потери мы понесем. Ну, да, две, наверное, и будет. Ну, не потери. Посмотрим, сколько это времени займет. Даже при больших потерях мы тут восстановимся себе спокойно в восьми пиках и дальше пойдем. Вот. Посмотрим, сколько долго там будет битва. Вы пока сидите. Все постройки есть. Ладно. Подписывайтесь на канал. Будет больше интересного. Кто не видел прошлой серии штурма восьми пиков, посмотрите. Очень интересно. Замесились неслабо. Ну, а в следующей серии нас ждут квестовые битвы. Наверное, интересные. Впервые в этой кампании за гномов. Довольно поздненько эти задания выполняются. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok